Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать в гости к Мистике. Сегодня я расскажу вам о так называемом Бурятском перевале Дятлова. На полном серьезе. Именно так называют это дело. Мало кто вообще знает об этом случае, но в нем очень много неясных моментов. И что-то действительно в нем напоминает историю группы Дятлова. Хотя бы потому, что до сих пор неизвестно, что там произошло. А также вокруг этой истории ходят пугающие слухи. Начиная от государственных секретных операций и заканчивая духами гор, которые могут быть причастны. Особенно пугающим этот случай делает то, что произошедшее было достаточно хладнокровно и подробно описано одной из участниц группы. И от того, что она писала, кровь стынет в жилах. В общем, давайте скорее погружаться в это дело. Ставьте лайк под видео, если любите послушать такие истории. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. И мы будем переноситься к самому Байкалу на горный хребет под названием Хамар-дабан. Я заметила, что вам очень понравилось видео про группу Эльвиры Шатаевой. Если вы его не смотрели, то я оставлю ссылку в закрепленном комментарии и вот здесь вот. Признаюсь, это и мое любимое видео тоже. И под ним вы просили разобрать похожие темы. Например, историю группы Коровиной, вот о которой как раз сегодня и пойдет речь. В истории восхождения Шатаевой особой мистики не было, но вот здесь ее хватает. Что же произошло? В августе 1993 года в горы Хамар-дабана собралась студенческая группа под руководством Людмилы Коровиной, главы туристического клуба при Петропавловском педагогическом училище. В том году по всей стране проходила так называемая туриада, масштабные соревнования по туризму. И как раз в рамках этой туриады и планировалось провести этот поход. Маршрут, кстати, был третьей категорией трудности. В группу Коровиной входили Александр Крысин, 23 года. Он учился в Московском государственном техническом университете имени Баумана в Москве. С Людмилой Коровиной Александр познакомился еще подростком. Он пришел в ее турклуб еще в 12 лет и с тех пор буквально заболел горами. В то лето, сразу после сессии, он отправился на Хамар-дабан. Денис Швачкин, 19 лет. Он попал в конечный состав группы Коровиной почти случайно. Он тоже был участником ее турклуба, хорошо знал Людмилу Коровину. Его взяли вместо молодого человека, которого в поход не отпустили родители. Когда Денис уезжал на Хамар-дабан, его родители не было дома, они были на отдыхе. Денис уехал в горы, оставив им записку. Поехал в горы, скоро вернусь. Тимур Бапанов, 15 лет. Он вырос в горах. Его родители увлекались спортивным туризмом, и это хобби передалось и Тимуру. Татьяна Филипенко, 24 года. Работала секретарем в педучилище, при котором и был организован туристический клуб. Очень любила горы. Ходила с Коровиной в походы первой и второй категории трудности. На Хамар-дабан собиралась с большим азартом. Виктория Залесова, 16 лет. Как и Денис, она могла и не попасть в итоговый состав группы. Людмила Коровина не хотела брать Викторию именно в этот поход, так как девушка участвовала ранее в зимнем походе и не смогла там справиться с трудностями. Но в этот раз Вика так сильно хотела пойти на Хамар-дабан, что попросила свою маму позвонить Людмиле Коровиной и попросить ее взять Вику лично. Валентина Уточенко – физически и психологически сильная девушка, так как выросла в деревне и была готова к любой, даже самой грязной и тяжелой работе. Валентина также не первый раз шла в поход. Она ждала от Хамар-дабана романтики туризма. Они во главе с Людмилой Коровиной уже побывали и на горах Тяньшань, и на Урале, и на Алтае. А к этому походу они начали готовиться за полгода. Они продумывали весь маршрут и прописывали каждый час похода. Все они обожали горы и восхождение, и с большим энтузиазмом проверяли свои силы на прочность. Но был один момент, который пугал некоторых окружающих людей и коллег Людмилы Коровиной. Но при этом этот момент не портил впечатление от таких путешествий в горы самим ребятам. Дело было в том, что они возвращались из походов очень утомленные, изможденные, буквально измученные. Сами участники групп Коровиной говорили, что это их не беспокоит. Это нормально, что после покорения гор ты устаешь. Ведь даже при сильном изнурении все перекрывает чувство удовлетворения от того, что восхождение все-таки состоялось. Некоторых же коллег приводило в ужас то, что дети буквально валились с ног, возвращаясь домой. Они считали, что Коровина устраивает для детей слишком жестокие условия выживания. Может быть, не разрешает брать с собой необходимые запасы продовольствия и заставляет паковать только абсолютный минимум вещей. Но, наверное, так сказать можно про любого руководителя восхождения. Собираясь на гору, необходимо взвесить каждую вещь. Ведь лишние 100 грамм тут, 200 грамм здесь могут легко превратиться в пару килограмм, которые в дополнение ко всему остальному придется тащить на себе. Насколько я знаю и насколько мне удалось найти информацию об этом в интернете, в среднем рюкзак должен весить около 10-12 килограмм. Но все зависит, естественно, от длительности и от трудности восхождения. И так как в группе Коровиной были и 15-летние дети, и более взрослые молодые люди, снаряжение и продовольствие раскладывалось по рюкзакам согласно весу человека, который этот рюкзак понесет. Поэтому, естественно, все были заинтересованы в том, чтобы общий вес вещей был как можно меньше. Вся эта история с тем, что Людмила Коровина специально мучила детей и морила их голодом, очень противоречива. Ведь и родители, и сами участники походов не раз говорили, что полностью доверяют Коровиной. И что дети пакуют ровно столько продовольствия, сколько необходимо для выживания и для благополучного преодоления маршрута. Но не меньше. Давайте теперь поговорим о самой руководительнице группы. Людмила Ивановна Коровина была так называемой рулевой Петропавловского туристического клуба «Азимут», существовавшего при педагогическом училище. Людмиле на момент похода был 41 год, и к этому времени она уже была одной из самых ярких руководительниц тургрупп Петропавловска. Вот как о ней рассказывает один из членов ее туристического клуба по имени Евгений Ольховский. Она умела сплотить всех, сделать команду, верила людям, верила в людей, могла заставить человека стать тем, кто он есть на самом деле. Под ее наставничеством каждому из нас удавалось максимально раскрыть свои способности, расти во всех сферах жизни. Сколько людей благодаря ей стали отличными учителями, спортсменами, создали семьи, научились играть на гитаре, рисовать, стали сильнее, смелее, правильнее. Все мы были ей, как приемные дети. За каждого беспокоилась, парней отправляла и встречала из армии. Людмила Коровина – мастер спорта международного класса по пешеходному туризму. Она успела сходить в экспедицию и на западный Тяньшань, на западный Саян, северный и приполярный Урал, в Горную Шорию, в Каракумы и на Алтай. И на Хамар-Дабан в 93-м году она отправилась с группой уже не в первый раз. У Людмилы есть дочь Наталья, которую она растила одна. На тот момент ей было 16 лет. В тот роковой август она тоже принимала участие в походе, но не у матери в команде, а в другой группе, с которой Коровина планировала встретиться во время своей экспедиции. Маршрут похода группы Людмилы Коровиной, кстати, был такой. Поход начинался от станции Мурина, проходил через Лангутайский перевал, выходил на гребень хребта, ведущий к вершине Хан-Ула. Далее к гольцу Ягодны через вершину 2310 спускался к реке Снежная. А потом через Патовое озеро поселок Утулик и перевал Чертовое озеро выходил к Слюдянке. Всего ребятам предстояло пройти 210-230 километров. Сложно назвать такой маршрут простым. Осложняло все и то, что лето, а особенно июль и август, в этот год были очень дождливые. Метеорологи потом говорили, что на протяжении почти 30 лет они не наблюдали в этом районе настолько плохой погоды. И чтобы вы еще лучше представили, с чем были готовы встретиться студенты из группы Коровиной, расскажу вам про сам Хамар-Дабан. Это горный хребет на юге Восточной Сибири, в южном Прибайкалье. Горы там не очень высокие. Высшая точка 2371 метр, гора Хан-Ула. Название переводится как «Царь гора». Немного ниже вершина Сахор высотой 2316 метров и пик Черского 2090 метров. До особо опасной высоты тут еще очень далеко. На 2000 метров организм еще справляется с уменьшившимся количеством кислорода. Ну и вообще он проще адаптируется к изменениям, которые происходят в теле. Хотя согласно большой медицинской энциклопедии, высотная болезнь может начаться как раз уже на 2000 метров. Сначала она проявляется как ухудшение зрения, снижение световой чувствительности, адаптированного к темноте глаза, а также как нарушение пространственного восприятия. Многое еще, естественно, зависит от особенностей организма. Но, повторюсь, по высоте до зоны адаптации и уж тем более до зоны смерти еще очень далеко. Но маршруты туристов обычно оцениваются не только по высоте гор. Обязательно принимают во внимание саму трудность восхождения. Существует специальная классификация категорий сложности. Так вот, Людмила Коровина со своей группой планировала пройти маршрут третьей категории трудности. Это не простой маршрут, на него совсем новичка не возьмут. Но на Хамар-да-Бане есть маршруты посложнее. Вот я, например, нашла отчет о походе пятой категории трудности. Так что даже низкие горы могут быть нелегкими и иногда даже коварными. Еще важно помнить о том, что хребет Хамар-да-Бан расположен своей большей частью в Бурятии. А там распространено сразу несколько религий, среди которых есть и шаманизм. Так вот, шаманы считают, что Хамар-да-Бан это особое энергетически сильное место. С ними, кстати, согласны и простые жители районов неподалеку. И даже сами альпинисты, отправляющиеся в эти горы, предпочитают узнавать, какие ритуалы необходимо сделать, чтобы горы были благосклонны. Природа действительно очень непредсказуема, и человеку свойственно искать точки опоры и защиты. Может, действительно необходимо задобрить духов, чтобы поход прошел удачно. Кстати, даже альпинисты, покоряющие Эверест, в обязательном порядке проходят ритуал пуджи, перед тем, как пойти на вершину. Так вот, шаманы считают горы Хамар-да-Бан мистическим районом. В некоторые места даже запрещено ходить кому-либо, кроме самих шаманов. Они там погружаются в транс и проводят всевозможные ритуалы. А путешественники часто рассказывают, что чувствуют в этих горах необъяснимые ощущения и эмоции. От чувства страха и тревоги до подавленности и полного безразличия. Кто-то слышит там непрекращающийся гул, который исходит буквально из ниоткуда. Кто-то слышит непонятный писк и скрип. Кому-то встречаются неестественные пейзажи и странно ведущие себя животные. И все это, если честно, даже в форме рассказа немного пугает. Не говоря уже о том, что испытывают люди, оказавшиеся там. Часто такие мистические загадочные истории, наоборот, будоражат воображение и заставляют захотеть туда поехать и все это увидеть. А здесь совсем не так. Все это кажется реальным и по-настоящему зловещим. Так вот, именно туда отправилась группа Людмилы Ивановны Коровиной. Трое парней и три девушки 2 августа начали свой маршрут со станции Мурина. Все происходит в начале августа, вы заметили? Как и в истории группы Эльвиры Шатаевой. Но это, скорее всего, не какое-то роковое совпадение. Просто, видимо, август лучше всего подходит для восхождений и на Памире, и на Хамардабане. Так вот, команда Коровиной приехала на станцию Мурина. Там они сделали фотографию на память. Все рады, наконец, начать поход. Ребята и руководительница сразу отправились к горам. В первые дни они прошли через Лангутайский перевал, вышли на гребень Хребта и направились к вершине Хан-Ула. С погодой ребятам действительно очень не повезло. Стояла жуткая непогода. На дворе лето, но вместе с дождем выпадал снег, который разносил сильнейший ветер. Группа была не готова к таким условиям, ведь когда они планировали поход, прогноз еще был вполне оптимистичный. Большую часть времени похода, кроме ливня, туристов беспокоил еще и непроглядный туман, который затем членами другой группы был назван липким. Липкий туман. Вот точного определения этому понятию дать никто не может. Скорее всего, это что-то, что надо самому увидеть, чтобы понять. Еще местные жители рассказывали о странном поведении животных тем летом. Олени не боялись людей и не убегали. Они просто замирали и смотрели в одну точку. А медведи доходили до железной дороги и падали под поезда. Помимо этого, рассказывали, что деревья на хребте в это время в некоторых местах буквально прижались к земле. Как будто бы они были причесаны и придавлены непонятной силой к склону. Чтобы пробраться через такую чащу, приходилось буквально прорубать себе путь топором. Добавьте ко всему этому дождь и туман, о которых я говорила выше. И вот в таких условиях группа пробиралась по хребту. Лишь один день выдался солнечным. Тогда на Лангутайском перевале ребята поставили палатки и провели там так называемую дневку. Дневка — это день, который команда отдыхала и не двигалась дальше по маршруту. И на следующий день, 3 августа, они снова отправились в путь. Как мы уже знаем, они вышли на гребень хребта, и в это время погода снова испортилась. 4 августа группа дошла до вершины горы Хан-Ула, и там они разбили лагерь. Теперь они остались ночевать. Местность эта пустынная и очень ветреная. Это совершенно голая часть гор. Там просто вот только камни, трава и ветер. С учетом погодных условий ночевка была очень непростой. Причем чуть ниже проходит кромка леса. И по какой-то причине они остались ночевать именно на голой части склона. Дальше им предстоял подъем на еще одну гору и спуск к реке Снежная. И там они должны были уже встретиться со второй группой. В этой группе была дочь Людмилы Коровиной по имени Наталья. Вместе они должны были через Патовое озеро и перевалы Чертовое озеро выйти к Слюдянке. Но в оговоренный день встречи команда Коровиной так и не появилась на месте. Наталья Коровина рассказывала, что они решили подождать немного. Мало ли, что случается в походе. Но и на следующий день Людмила Коровина и ребята не появились на горизонте. Тогда Наталья и ее группа отправились в путь одни. И по окончании маршрута группа Натальи узнала страшные новости. Одну из участниц похода Людмилы Коровиной, Валю Уточенко, подобрали у реки Снежная украинские туристы. Валя почти не разговаривала. Она была в состоянии шока. Она могла сказать только то, что вся ее группа погибла на пятый день. Что же произошло? Как вообще это возможно? За расследование причин гибели группы Коровиной и за поиски оставшихся участников взялись следователи и спасатели. И во время доследственной проверки Валю Уточенко попросили написать объяснительную, в которой она должна была описать произошедшее. Я вам зачитаю ее. 4 августа. Вышли на перевал Крутой. Спустились вниз. Шли по безлесной альпийской зоне. Пищу готовили на примусах. Примерно в 16.00 двигались к высоте 3 транс. Сильный дождь. Холод. Остановились на высоте без леса. Поставили две палатки. В 4 утра порвало растяжки палаток. Поправили. В 6 утра вырвало кол. Спальные мешки мокрые. 5 августа. 10 часов утра. Пришел Крысин. Сказал, что они намокли и замерзают. Шел снег. Ориентиров не видно. Собрали рюкзаки и стенкой стали спускаться вниз. Прошли метров 10. Стал падать Крысин. Стали его поднимать. Он падал снова. Возле него осталась Коровина. Остальным дала команду спускаться вниз. Но почти сразу остановила группу и попросила подняться за ней кому-нибудь. Таня достала тент и остальные укрылись им. Я поднялась к Коровиной. Глаза у Саши были огромные. Безразличный взгляд. Коровина нащупала пульс и сказала, что сердце не бьется. Попросила утащить Вику вниз. Я поднялась к той, а она меня укусила. Я утащила ее до остальных. Таня стала биться головой о камни. Денис спрятался за камни и залез в спальник. Подползла к Коровиной, а Таня дышала. Пыталась поднять Тимура. Когда поняла, что никто не двигается, стала спускаться вниз до деревьев. Оделась и легла в спальник. Укрылась тентом. Утром поднялась вверх. Увидела Таню на камнях, Дениса, Тимура, Вику. Выше Сашу и Коровину. Никто из них больше не воскрес. В этой же объяснительной Валя рассказала, как она трое суток в одиночестве выживала в горах и как ее спасли. Она также писала, что на следующее утро она поднялась обратно к ребятам и закрыла глаза тем, у кого они были открыты. Можете себе это представить? То есть она видела, как все произошло. Она чудом спаслась. Переночевала совсем рядом с тем самым местом. А затем на утро она поднялась закрыть товарищам глаза. Ну и забрать необходимые вещи. Некоторых журналистов, которые писали об этом деле, пугает и поражает этот поступок Вали. И то, что ей затем удалось пройти к реке, переночевав буквально посреди леса и в прямом смысле выживая в дикой природе, это тоже не может не удивлять. Девушка добралась до заброшенной вышки, а затем, ориентируясь по столбам, стала спускаться вниз. Она набрела на заброшенную деревню и затем вышла к реке. И когда Валя добралась до берега реки, у нее уже не было сил, чтобы идти дальше. Она разложила спальник и стала ждать чуда. И чудо случилось. Вскоре ее заметили туристы из Киева, они подобрали девушку. Туристы напоили ее корвалолом и валерьянкой, потому что у нее была истерика. И они даже дали ей антибиотики, так как у Вали было сильное переохлаждение. Вместе они добрались до города Слюдянка. И только через месяц, в начале сентября, тела остальных членов группы были найдены. Картина на склоне была жуткая, вспоминают спасатели. Почти все погибшие были одеты в тонкие брюки, а трое вообще лежали босиком. Естественно, так как все это происходило на открытом воздухе и на природе, где полно животных, с телами произошли очевидные изменения. Спасатели рассказывали, что в вертолете, на котором доставляли группу в Улан-Удэ, было очень трудно находиться. И там в Улан-Удэ было произведено вскрытие, которое показало, что все шестеры погибли от переохлаждения. Очень важный момент. Это официальное заключение. И если вдуматься и вспомнить объяснительную Вали, то оно вызовет огромную кучу вопросов. Ну какое переохлаждение, если ребята абсолютно ни с того ни с сего впали в самое настоящее безумство? Эту версию и другие мы разберем чуть позже. Ровно через пять лет после трагедии по тому самому маршруту в одиночку прошел известный в Бурятии журналист и опытный путешественник Владимир Жаров. Вот что он рассказывал. Было много неясного в этом происшествии, поэтому я решил полностью повторить маршрут казахской группы и на месте разобраться в случившемся. Я точно так же прошел вдоль реки Лангутай, через перевал Лангутайские ворота и вышел к вершине Три Транс, на склоне которой погибла группа. О причинах гибели группы Коровиной он сказал следующее. Можно говорить о целой цепи трагических обстоятельств. Самое главное, конечно, погода. Август 1993 года был очень дождливым. Позже казахские спортсмены, которые приезжали на место гибели группы, никак не могли поверить. На дворе лето, жара под 30 градусов, а у нас насмерть замерзают люди. Однако так, скорее всего, и было. Представьте, день и ночь льет холодный дождь. Одежда и палатки мокрые. Костер разжечь трудно. На Хамар-Дабани и в нормальную погоду это сложно сделать. Все вокруг сырое. А тут несколько дней такие дожди. Поэтому ребята к 5 августа были уставшими и замерзшими. Интересно, что позже выяснилось, что всего в 30 минутах ходьбы от места, в котором решила остановиться группа Коровиной, была специальная площадка, на которой можно было нормально переночевать и даже попытаться развести костер. Почему они туда не поднялись? Возможно, конечно, карты были недостаточно точными, и вымотанная группа решила не тратить оставшиеся силы на поиски конкретного места. Возможно, Людмила Коровина просто не смогла сориентироваться в наступающих сумерках. А может, она просто пожалела уставших ребят и остановилась, не доходя до вершины. Если еще немного углубиться в этот роковой день, то можно представить, что, скорее всего, утром Людмила увидела, что выпал снег. Она была опытной путешественницей и сразу поняла, чем это грозит уставшей и замерзшей группе. Тут же она отдала указание немедленно сворачиваться и спускаться вниз, к кромке леса. Ребята так и сделали. Они собрали вещи, скатали палатки, и вот тут произошла трагедия. У всех на глазах упал и странной, пугающей смертью умер самый старший из ребят Александр Крысин. Александр был самый взрослый и сильный парень в группе. Он был опорой команды. Сложно представить, что подумала и что почувствовала в этот момент Коровина. Опустим тот факт, что за всех членов группы она отвечает головой. Ведь прямо здесь, у нее на глазах, погиб молодой парень. Непонятно от чего, неясно как. Все это видели, но никто не сможет это объяснить. Что делать дальше? Людмила Коровина осталась рядом с ним, а остальных отправила спускаться вниз. Что случилось? Чуть позже сейчас выяснить трудно. Они очевидно начали спускаться, но по какой-то причине вернулись вверх, ведь тела были найдены в одном месте. Сама выжившая участница похода Валя Уточенко почти сразу после случившегося переехала в другой город и начала жизнь сначала. В прямом смысле. Она никому не рассказывала о том, через что она прошла. На протяжении 20 с лишним лет она молчала, и даже ее собственный муж не знал о Бурятском перевале Дятлова. Во многом ей помогли справиться с таким потрясением врачи. Валентина немало времени пробыла в больнице. Однако журналистке Комсомольской правды все-таки удалось найти девушку, ну на этот момент уже женщину, и даже поговорить с ней. Вообще у комсомолки есть большое расследование этого дела, я оставлю все ссылки в описании, почитайте. Вот такой диалог состоялся между Валентиной и журналисткой Комсомольской правды. Сколько раз в день вы ели? Четыре раза за день точно. Обязательно горячая еда. Разводили костер, готовили. Кроме этого, перекусы на привалах. У нас были крупы, сухое молоко, сухари, тушенка, морковка, свекла, лук, конфеты, шоколадки. По-моему, расчет был исходя из 2400 килокалорий на человека в день. Говорят, что вы шли по гольцам, где нет леса, и поэтому готовили на примусах. А на них якобы много не приготовишь. Я не помню примусов. Мы спускались в лес и разводили костры. Хотя в августе 1993 года в объяснительной Вале писала, что еду они готовили на примусах. Это был мой третий поход с Людмилой Коровиной. Сначала ходили недалеко от Петропавловска, потом на Тяньшань. Людмила Ивановна вела у нас черчение, рисование и физкультуру. Я училась по двум специальностям. Учитель школьного труда и инструктор школьного туризма. Поэтому и оказалась в турклубе. Есть мнение, что она виновата в гибели ребят. Ни в коем случае. На вершине было очень холодно. Раннее утро. Мы спали. Коровина нас разбудила. Велела собрать вещи и спускаться в ущелье. Она пыталась нас спасти. Просто не успела. Ветер был такой сильный, что мы сползали вниз. Они шли. Вдруг Саша упал. У него пошла пена изо рта. Коровина села рядом, обняла его и все. Больше не вставала. И такой дурдом начался. Причем я не понимаю до сих пор, сколько это длилось по времени. Как фильм ужасов. Все падают. У всех кровь. Пена изо рта. Из носа кровь течет. Как ты спаслась? Меня спас Денис Швачкин. Он меня пинал и говорил. Ползи вниз. Я спустилась, а он не дошел. Я залезла в спальник и провалилась в сон. Или не сон, а забытье. Я не знаю. Очнулась утром. Поднялась наверх. Надеялась, что кто-то жив? Нет. Я видела, что они все умерли. Я поднялась, чтобы взять карту и компас. Еще закрыла каждому глаза. А как я на реку снежную вышла, не знаю. Помню, что увидела столбы линии электропередачи и пошла по ним. Видно, я не совсем с ума сошла к тому времени. А еще меня словно кто-то вел все это время. Кто? Ходили какие-то странные слухи, что спецслужбы вели. Ангел-хранитель. Выжила с Божьей помощью. А сколько по времени ты шла? Они 5 августа погибли, а 9-го меня подобрали водники. Получается, четверо суток. Помню, стою на берегу, а по реке плывут катамараны. Турист Клитницкий, который подобрал тебя, рассказывал, что ты помылась в реке и постирала одежду. Я не знаю, может, я и реально там так чудила. Но я помню, что мылась я гораздо позже, когда мы вместе сплавлялись по реке. А вообще я помню, как они обалдели, увидев меня в такой таежной дыре. Причалили, стали расспрашивать. У меня истерика. Стали меня поить валерьянкой, кровололом. Помню, как потом по дороге лепешки им жарила на крышке котелка. Вода, мука, соль. Сейчас это называется лаваш. А в то время еще не было лавашей. Как думаешь, почему они погибли? Мне кажется, отек легких начался. По симптоматике подходит. Пена, кровь изо рта, сумасшествие. Что было, когда ты домой вернулась? До Петропавловска меня киевляне довезли. Родителям я ничего не говорила. Молчала. Хотя они видели, что я чернее тучи была. А потом кто-то поздравил их со вторым днем моего рождения. Тут меня и прижали. Мол, ты ничего не хочешь нам сказать? И меня как прорвало. Говорила все как есть. А они плакали. После этого у меня сразу отказали руки, ноги, спина. В больнице я пробыла месяц или два. Еще долго не ела, не хотела. Но вылечили, поставили на ноги. А затем, после этого интервью для комсомолки, Валентина даже пришла на передачу к Малахову. На выпуске с ней я тоже оставлю ссылки в описании. В принципе, ничего особенно нового там не было сказано. Основную часть информации удалось раскопать еще комсомолке. Но, тем не менее, там показали встречу Натальи Коровиной и Валентины Уточенко. Там разобрали и теории произошедшего. Там же еще появился спасатель, который руководил поисковыми операциями по имени Юрий Голиус. Там же выяснился очень странный и немного подозрительный момент. Оказалось, что дочери Людмилы Коровиной, Наталье, заплатили. Кто и сколько, неизвестно. Но известно, что немало. Почти сразу после трагедии ее вызвали в какой-то кабинет и сказали не задавать никаких вопросов и не копаться в гибели группы Коровиной. Ей предложили деньги, и она их взяла. Ей, как она говорит, даже не показали тело ее матери. Хоронили всех в закрытых гробах и на опознание никого не допустили. Сначала она подумала, что это потому, что она тогда еще была ребенком. Но потом выяснилось, что никто из ее родственников не видел тело Людмилы Коровиной. Это наводит на странные мысли. И вот тут как раз давайте перейдем к теориям. Скажу сразу, в каждой из них можно найти несостыковки. И по поводу каждой из них можно сказать, что ну нет, это просто невозможно. Тем не менее, послушайте. Первая теория официальная. Из-за резкого изменения погодных условий участникам похода пришлось покинуть палатки, а затем они погибли в результате переохлаждения. Все как у Дятлова. Бурятские субмедэксперты установили при вскрытии, что все туристы погибли от переохлаждения. И поставили таким образом точку. Вот что рассказывал об этом Константин Югов, начальник бюро судебно-медицинской экспертизы Республики Бурятия. Когда к нам поступили на исследование шесть тел туристов, перед экспертизой поставили задачу выявить причину смерти. Во-первых, могли ли они погибнуть от переохлаждения? Во-вторых, могли ли они отравиться чем-то? В-третьих, есть ли на телах какие-то повреждения? Прежде мы внимательно изучили условия, при которых произошла эта трагедия. Надо было определить, что могло убить туристов. Все случилось высоко в горах при низкой температуре и сильном дожде. Плюс большая физическая нагрузка и кислородное голодание. В таких условиях смерть может наступать быстро. Были случаи, когда при подобных обстоятельствах люди умирали от переохлаждения в течение двух часов. При вскрытии были обнаружены признаки общего охлаждения организма, в мышцах отсутствуют питательные вещества. И это дало основание поставить диагноз – переохлаждение. Кроме того, эксперты выявили у погибших отеки легких и изменение сердца, печени и легких, характерное для белковой дистрофии. Это лишь косвенно позволяет высказаться, что они могли голодать. Почему же они голодали, если рацион был расписан на каждого по 2400 калорий? В рюкзаках, кстати, была найдена еда. Так у этой теории появилось продолжение. Теперь во всем винили Людмилу Коровину. Это по ее вине все произошло. Она морила голодом детей, заставляла их выдерживать невозможные нагрузки, доводила их до истощения. И с одной стороны, да, руководитель отвечает за свою группу, особенно за несовершеннолетних. А с другой стороны, даже после трагедии, родители ребят утверждали, что уверены в профессионализме Людмилы Коровиной и что полностью доверяли ей. Никто из них не верил в то, что она виновата в гибели детей. Вторая версия звучит так. Здесь, возможно, вмешательство государства. Что, если в этом месте проходили испытания секретного оружия? Что еще за липкий туман, который видели туристы в этом месте? Вот здесь тоже можно найти много сходств с группой Дятлова. Там туристы выбежали полуодетые из своих палаток, разрезав их изнутри. Их явно что-то испугало. Так же могло быть и здесь. Ребята, не успев нормально одеться, выходят из палаток и впадают в безумство. Денис начал прятаться за камни и убегать. Татьяна билась головой о камни, Виктория и Тимур, вероятно, свихнулись. Людмила Ивановна скончалась от сердечного приступа. Такие данные были записаны в отчете о поисково-спасательных и транспортировочных работах со слов выжившей девушки. Что могло заставить их биться головой о камни, ну или даже кусаться, как было сказано ранее. Ну и вот сюда же хорошо ложится история с деньгами, которые предложили Наталье за молчание. И это не было простое пособие. Да и, как мы знаем, сама Валентина Уточенко, выжившая, молчала на протяжении 20 с лишним лет. Есть еще одна версия. Согласно этой теории, причиной гибели группы могли стать ядовитые природные газы и опасные растения. Сначала про газы давайте. Здесь, согласно данным метеостанции, фиксируется до 800 землетрясений в год. И во время каждого землетрясения могут из расщелин выходить природные газы. О них не раз рассказывали путешественники. Да и по версии самой Натальи, именно газы сыграли решающую роль в гибели группы. Вот только, скорее всего, она имела в виду не природный газ, а рукотворный, неясного происхождения назначения. Теперь про травы. Известно, что члены группы собирали так называемый «золотой корень». О нем говорил и спасатель Юрий Голиус, руководивший поисковой операцией. Вот что он рассказал. Специалисты нашей контрольно-спасательной службы обслуживали альпинистов, пешеходных и лыжных туристов. На учете в комитете ГО и ЧС стояли все организованные туристские группы, имевшие маршрутный лист и маршрутную книжку. В том числе и группа Людмилы Коровиной, руководившей группой ребят из Казахстана. Я был в Кырении, когда мне сообщили, что в Слюдянку туристы-водники доставили девушку из потерявшейся в горах группы. Я встретился с Валей Уточенко. Девушка находилась в состоянии шока. Тем не менее, я попросил ее дать объяснительную. По ее словам, до наступления роковой ночи группа целый день собирала и сушила «золотой корень» на перевале. Весь день шел холодный дождь со снегом, дул сильный ветер. А бессилевшие туристы сильно замерзли и проголодались. Целый день они собирали и сушили «золотой корень». «Золотой корень» — это радиола розовая. Она способна повышать выносливость человека. Она обладает практически чудодейственными свойствами. Радиола розовая является хорошим адаптогеном для повышения сопротивляемости организма к стрессам и усталости. Ее используют в лечении астенических и невростенических состояний и для облегчения симптомов вегетососудистой дистонии. Однако, что если они приняли ее слишком много? Ну или перепутали травы? Палентину Таченко утверждает, что они принимали корень в малых количествах и только в обед с чаем. Но у коровины в рюкзаке был найден целый пакет с этим золотым корнем. И некоторые люди предполагают, что она его собирала, чтобы привезти в город на продажу. С этим же растением связана и следующая теория. Она гласит, члены группы были наказаны духами леса за то, что взяли слишком много золотого корня и имели, возможно, нечистые помыслы. Духи или сами горы так покарали путешественников. И так происходит с каждым, кто забирает слишком много этого растения. В существование духов можно верить, можно не верить. Но то, что на природе иногда бывают необъяснимые явления, отрицать сложно. Что стало причиной гибели группы туристов? Это остается тайной, раскрыть которую, похоже, никому не удастся. И это не только потому, что это очень сложное дело. Наверное, в основном это потому, что мы чего-то не знаем. Это мое мнение, и мне будет интересно услышать ваше. Я не придерживаюсь ни одной теории. И, как всегда, я постаралась собрать все самое интересное из разных статей. Если я чего-то не сказала, то я буду рада дополнениям в комментариях. Ну, а теперь я буду с вами прощаться. Спокойной ночи вам. Подписывайтесь на канал. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok